Всем привет! В самом слове на каждый день Господь продолжает вести нас сегодня в 10 главе Евангелия от Иоанна. И мы с вами прочитаем 19 и 21 стихи, с 19 по 21. Здесь написано «От этих слов опять произошла между иудеями распря». Произошла у них распря об Иисусе. Многие из них говорили «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили «Это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым?» Что было главным свидетельством об Иисусе? Его дела, чудеса, которые Он творил. Именно явление Божьей славы свидетельствовало о том, что Он Мессия, потому что до Него никто не творил ничего подобного, о чем мы читаем в Иоанна 10, 25. Именно то, что Он открывал глаза слепым, служило доводом того, что Он исшел от Бога. Ведь, как написано в стихе 21, «Может ли бес отверзать очи слепому?» Таким образом, именно такие дела явления славы Божьей свидетельствовали об Иисусе и были неоспоримым аргументом в Его пользу, который отделял Его от одержимых безумствующих, выделял Его из толпы и отличал от других пророков. Иисус не пытался доказать фарисеям, кто Он есть, своим превосходным знанием Писаний. Хотя оно у Него и было, не это свидетельствовало о Нем. Иисус не пытался привлечь к себе народ чрезвычайной святостью и безгрешностью, хотя Он и ими обладал, но не они привлекали внимание народа к Нему. Из этого следует, что, во-первых, Иисус не пытался никому ничего о себе доказать, потому что помазание, которое было на Нем, и сила Божья, действующая через Него, доказывали вместо Него. Отец свидетельствовал о Нем явленными делами Своей силы и славы. И Иисус знал, что если люди не воспримут такое явленное свидетельство и доказательство, то тем более для них пустыми будут казаться слова. А кто поверил, тому не нужно было ничего доказывать. А во-вторых, Иисус не пытался тягаться с фарисеями или с начальниками и старейшинами или с мытарями в их гонке, чтобы показать им Свою высшую власть и чтобы доказать им что-то. Их гонку Он оставил для них, и Ему принимать в ней участие было бессмысленным. Ведь Он не пытался переспорить фарисеев, чтобы показать им Своё лучшее знание Писания и наличие продвинутого знания откровения от Духа Святого, которого у книжников не было, чтобы доказать им, что Он лучше в познаниях, а значит Он Мессия. Да, у Него была премудрость Божья, против которой они ничего не могли возразить, но это они пытались достать Его своими тупыми вопросами, а не Он инициировал дискуссии с целью доказать им Свою правоту. Иисус не пытался отстранить от власти начальника и старейшин, чтобы доказать всем, что Он обладает высшей властью от Бога, как Христос. Он не пытался накрыть мытарей или превозмочь силой римских воинов, чтобы показать им, кто тут главный, и заставить их зауважать себя. Нет, у Иисуса были совершенно другие методы, и Он не тягался ни с кем на их низких мирских и безбожных путях. Но наоборот, свидетельство Божьей славы, явленное в Его жизни и служении, служило доказательством прежде всего того, что Он Мессия, а также показывало и Его лучшие знания Писания, ведь Он учил, как власть имеющий, и Его высшую власть, проявляющуюся даже в повиновении бесов, и Его главенство, которое вызывало у всех уважение к Нему, включая и римского сотника, и начальника синагоги, и многих других непосредственных людей в мире. Из этого видим, что точно так же должны поступать и мы. Нам, во-первых, никогда не нужно никому ничего доказывать, потому что помазание и действие силы Божьей, Его благодать и Его благословение будут свидетельствовать о нас, как о Его посланниках. А во-вторых, нам не нужно тягаться с этим миром, пытаясь обогнать их в их же гонки, ведь даже если это произойдет, то это только разозлит их, а не докажет им что-то. Происходящее в жизни служение Иисуса показывает нам, что те плоды, явления, славы и его силы в нашей жизни будут тем фактором, тем аргументом, который будет отделять нас от категорий безумствующих, выделять из толпы и отличать от других. Только действие помазания может провести эту разделительную линию, а без этого никому ничего не докажешь. Ведь если люди не всегда воспринимают дела и видимые результаты, то тем более их не будут убеждать слова. Но именно плоды есть и должны быть нашим доказательством. Именно явление чудес в Церкви Христа должно отделять ее от секты и лжеучений. Именно мудрость Божья должна выделять людей Божьих и показывать их превосходство. Именно благодать Божья должна поднимать верующих в позицию власти и этим показывать гордым, кто тут главный. Вот что есть доказательством и свидетельством. Поэтому мы должны стремиться не к тому, чтобы обогнать мир в их гонке, пытаясь учиться в лучших вузах, набрать побольше ученых степеней, превзойти их большими оборотами в бизнесе, заставить их завидовать своей новой машине, премиум класса и т.д. Ведь не это свидетельствует о Боге и о нашем помазании от Него. Помазание само будет о себе свидетельствовать, своим проявлениям и действиям, и не будет зависеть от наших личных усилий или дел. Да, подобные выражения славы Божьей могут и будут присутствовать и дополнять наше превосходство, как детей Божьих. Ведь Господь хочет, чтобы у Его детей было самое лучшее, и не желает, чтобы они пасли задних. Поэтому Господь хочет и будет давать успех в бизнесе, например. Но не сам успех по себе есть доказательством и свидетельством. Так как если он был достигнут нечестно, тогда он будет свидетельствовать лишь об отсутствии совести у достигшего. Успех в бизнесе будет свидетельствовать о Боге и доказывать наше превосходство в Нем только когда он будет достигнут Божьим путем, когда он будет следствием действия силы и славы Божьей, а не человеческих усилий и маркетинговых стратегий. И в этом также стоит заметить, что не все поверят даже делам явления славы Божьей, как не все поверили и в Иисуса. И не все воспримут их из-за зависти и ревности, как фарисеи, которые осознанно отвергали Иисуса и игнорировали Его дела. Поэтому, если мы будем сталкиваться с подобным, нас это не должно смущать. Ведь если кто-то не видит, то их духовная слепота — это их проблема. Так что, к сожалению, их ждет яма. Как говорил Иисус, что если слепой ведет слепого, то оба попадут в яму. Итак, главным нашим свидетельством и доказательством есть дела славы Божьей, плоды и результаты веры, которые есть следствием действия помазания, а потому являют Божью славу в нашей жизни и через нас. Так что нам не нужно стремиться ничего никому доказывать, пытаясь обойти других в их гонке, но просто позволить помазанию выполнить свою работу и объяснить все всем. Потому что именно оно выделит нас из толпы, отделит отличием от всего поддельного и не имеющего в себе ни жизни, ни истины, и проведет разделительную линию между нами, как людьми Божьими, и другими безбожными людьми в мире. Аллилуйя, Слава Господу! Пусть Господь поможет нам в исполнении этого слова. Отец, мы благодарим Тебя за это слово, благодарим Тебя за обилие Твоей милости и благодати в тех откровениях, которые Ты нам даешь в том слове, которое Ты даешь нам на каждый день. И молимся, чтобы Ты дал нам быть исполнителями этого слова, чтобы Ты помог нам в этом. Отец, молимся, чтобы Ты помог нам, чтобы мы не стремились ничего никому доказать. Мы молимся, чтобы Твое помазание, оно выполняло свою работу в наших жизнях, чтобы оно являло Тебя миром, и оно свидетельствовало через нас о том, что Ты Бог живой, и что Ты обитаешь посреди Твоего народа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.